Но почему же вы пишете от первого лица, Элина? Подала голос мадам Петухова. Она у нас, оказывается, состоит в обществе русофилов. Нет, тут это по-другому называется. Русистов. Читатель никак не может разобрать, где вы, а где ваша героиня. Я иногда подсказываю, сказала я. А вот с этого места я хочу поподробнее, начала Наташа Волкова, про которую я уже сообщала, что она не только отличный поэк, но и наша литературная критика. Прошла, заняла мое место, откинулась на спину густула, положила точенную ногу на точенную ногу и начала излагать издевистанным научным языком. Почему она твердо убежала, что мне удалось создать необыкновенные, сильные иллюзии реальность? Реальность, в которую поверили все. А ведь это литература. И то, что это настоящая литература, подтверждает факт выхождения в тексте авторской имени. Вот, сказал Левицкий, об этом я и хотела сказать. Не может автор сам над собой иронизировать. Автор иронизирует над своим героем. Ну не знаю, сказала Кулиця Исланна, вы очень откровенны, Ирина. Или даже я бы сказала, очень честны. Вы слишком честны. Слишком честным быть нельзя, подумала я вслух. А вот слишком откровенны, наверное, можно. Я специально слишком откровенна, чтобы хоть чуточку быть честной. Литература не терпит лицемерия. Не каждый мужчина отважится на откровения, которые вы себе позволяете, вставила слово мадам Петухова. Позволяет себе героиня, отчеканила Наташа Волкова. Ирина в это время смеется над ней. Как бы там ни было, сказал публицист, это очень, очень хватает за душу. Иногда очень весело, иногда очень больно. Я этого и добивалась. И тут снова взял еще один персонаж нашего сапранина. Вадим Волков. Было у него все, что воголь полагается. Длинные волосы, худого, благогазвость. Он мне потом признался, что у них в диканьке все гоголи. Но фамилия такая. Она на всю деревню. А наш Вадим молодой гоголь. Вот он и сказал. Я, когда читаю Верину, то хочу, как кошечка. А ведь если задуматься, она пишет о страшных, сложных вещах. Как так получается? Я хочу научиться. Только при чем здесь этот, пресс-мамутый Виталий, в основном, не погладывая? Тут такой этот Виталий, черт побери, надоел он мне совсем. И мне надоел. Засмеялась я. Пусть Гурьки Ритки надоел. Говорю же вам, молилась, чтобы предыдущий роман закончить. Да, речь вовсе не о Виталии, я скрипел Левицкий. Я читал конец произведения, и я знаю. А когда же мы узнаем, встречали все. Лучше поговорим о чехизме в текстах Ирины. Вдруг ответил Левицкий. Я считаю, что некрасиво по отношению к русскому читателю, которые не знают чешского, употребляют чешские слова. Причем, бог знает, какой там тыс. А мне нравится, что автор обложки Грифомана, известный дизайнер и график, добровольный нашим курсовод на цитарских чтениях. Мне кажется, это придаёт неповторимый калорий и создаёт удивительную атмосферу. Я так и чувствую, как пахнет ретиска на галиланке, или как картинки в дождь летят с останка грязь. И это мы чувствуемся где-то перебил Левицкий, о котором вы читатель из Ханты-Мансийска прекрасно поймёт, что такое станок. Перебил я. Подумаешь, что у тебя слово станок произнесла на чешский манер станок. Да ведь станок не станок, измутился Левицкий. Да. Да вы попробуйте на нём поработать. Я лучше пойду, что пора поищу, сказала мадам. Петухова. И вообще, если слово действительно непонятно, я ему поясняю. Рано или поздно пошла я на мировую. Читатель не обязан искать значение непонятного слова по всем твоим произведениям. Они у меня все крепительны, но читатель не обязан согласна. Мадам Петухова что там нашла. В имени русского языка и литературы. Сиди веселее. Наташа Вокер поставила точку. Она встала и объявила, что моё мастерство от книги к книге растёт. И на наших глазах незаметно превращается в высокую литературу. А высокая литература это уже не только мастерство, это дар от Бога. Я была на судьбе милей. Я взяла с неё слово написать предисловие моему последнему произведению в первом романе. Я хочу вывесить его на www.prosa.ru в первом романе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ